девчонки и мальчишки всем большой большой привет я сейчас начну готовить нут с мясом по турецкому рецепту все вам обязательно покажу всем замечательного денечка у нас сегодня очень жарко поэтому гулять пойду вечерочком были мы ребята в светофоре я очень удивилась что появился булгур появился нут оба одной фирмы жасмин посмотрите кому интересно наш российский произведено в ростове-на-дону совершенно одинаковая ростовская область ростов-на-дону так что будем пробовать я вчера но с 12 часов ночи нут замочила и он у меня очень хорошо так знаете прямо увеличился сейчас я в дуршлаг солью воду и поставим его вариться минут на 3550 смотря в зависимости как он будет развариваться готовить девочки нут с мясом я буду впервые по турецкому рецепту для этого нам понадобится 400 грамм нута заранее приготовленного в рецепте было написано что на ночь поставить замачиваться утром я его слила в дуршлаг и залила снова свеженькой водой когда буду готовить эту воду солью и залью еще раз свежие уже в кастрюльку 300 грамм мяса одна крупная или две средние луковицы красный перец острый красный перец сладкий соль 3 ложки столовые растительного масла немножко сливочного масла капельку черного перца но в общем я вам все буду показывать и рассказывать по рецепту мне показалось что готовится очень легко посмотрим как на самом деле сливаем наш то шлаг теперь отправляем его в нашу кастрюльку заливаю у меня из фильтра водичка холодной водой где-то на 2 3 пальчика выше берем самую обычную поваренную соль и в рецепте было написано что положить полторы ложки вот одна чайная ложечка и вот еще половиночка все включаем нашу с вами плиту и пусть варится с момента закипания 35 минут но также мужчина турок в рецепте сказал что нут бывает разный бывает быстрой проварки а бывает очень жесткий поэтому надо пробовать после 30 минут берем нут в руки и вот он должен так мягко в лепешечку размяться но мы с вами все будем пробовать посмотрим иногда говорит бывает что ну приходится варить до 55 минут а сейчас мы с вами займемся мясом берем 300 грамм мяса вообще по правилам конечно нужно баранина или говядина но у меня в наличии только свинина режем ее мелкими кусочками вот такими ребята маленькими кусочками я нарезала нашу свинину и отправляем сухую сковороду без масла мясо все равно даст свой сок мы его немножко обжарим с обеих сторон масло будем добавлять позже все делаем по рецептику у меня лук ребят совсем маленький меленький вот такой поэтому я возьму три луковицы лук ребята режем меленько-меленько наш нут ребята закипел ставим таймер предварительно на 35 минут мяско наши ребята на сухой сковородке выпарилась воду больше не дает добавляем 3 столовые ложки растительного масла раз два три все теперь она пусть так жарится как только выпарит сок мясо добавляйте маслица растительная буквально еще пять минуточек и потом будем добавлять лучок так ребята пять минут прошло наше мяско с вами почти готово отправляем к нему весь наш лучок перемешиваем и закрываем крышечкой на две минуты не солим просто мясо и лук закрываем крышечкой две минутки засекаем так ребята две минуты у нас прошло у камеру пара дала наш с вами лучок попарился теперь добавляем сладкий и острый перец острый перец ребят не обязательно на любителя чайная ложка у меня сладкой паприки вот такой а острый перец у меня вот такой я сейчас маленький кусочек катал отломаю и постараюсь размять вот так вот у меня получилось острого перца все один раз перемешиваем делаем серединке пространство сюда сейчас отправим две столовые ложки томатной пасты 1 ложка и 2 ложка даем и вот здесь немножечко поджарится чуть-чуть где-то минутку у меня томатная паста видите уже забулькала все теперь соединяем ее нашим ястром с лучком в рецепте написано полторы чайные ложки соли но я что-то переживаю я очень соленая не люблю поэтому я добавляю одну чайную ложку соли ребята заливаем все полтора литрами воды кипяченой и оставляем кипеть на среднем огне 20 минут закрываем крышкой и пусть у нас с вами подливка готовится нут у нас ребята с вами сварился ушло ровно 35 минут сейчас мы его с вами сольем сливаем ребята в дуршлаг но не промываем как мы с вами ребята проверяем готовность нута это тоже показали в рецепте берем одну штучку и пальчиками вот так вот разминаем он должен быть очень мягенький мягкий рассыпчатый первый раз пробую нут и действительно как все говорят что он очень похож на фундук так и есть сейчас наш нут уже готов подливка доготавливается и продолжим ставим наш казанчик на огонь отправляем немножко сливочного масла сейчас кастрюлька согреется к маслу добавляем немножко черного перца перемешаем чтобы был такой ароматик масло у меня было ребят морозилке замороженная как-то в последнее время не пользуюсь маслом а тут по рецепту надо масло так и сейчас вот уже маслица наша кипит с перчиком будем потихонечку добавлять начале для аромата немного нашего соуса 2 2 поварешки написано так сейчас разойдется такое ощущение что как будто масло какое-то ненатуральное написано белорусская высший сорт и теперь нашу оставшуюся подливку аккуратненько переливаем наш казанок соус наш перелили и теперь отправляем к нему весь наш нут немножечко перемешаем и оставляем тушиться на 15-20 минут на среднем огне все ребятушки наше время истекло я плиту выключила и теперь по рецепту надо оставить еще на 15 минут чтобы более насыщенный был вкус так что оставляем время приготовления истекло и наконец-то можно начинать пробовать наше новое блюдо ну что девчоночки потрудились на славу блюдо наше с вами готово снимем пробу горячее очень вкусненько вообще в рецепте ребята шел еще свежий перчик но у меня перца не оказалось один перец надо было покрошить вместе с луком а второй перец надо было разрезать просто напополам снять семена и отправить его в самом самом конце вот когда мы доваривали 15 минут вот на тот момент надо было эти по пол перчинки вот так вот положить чтобы они там дали тоже свой какой-то аромат но вообще я вам скажу что очень вкусно знаете так пахнет еще вот масло сливочное дала свои какие-то там изюминки плюс мы мясо готовили с вами на сухой сковороде тоже какой-то специфический аромат очень вкусно и кстати соли действительно достаточно ну на любителя конечно кто любит так вот а перца острого можно было добавить еще потому что он особо не чувствуется сейчас попробую с мясом очень вкусно и нут мягенькие мяско прямо тает во рту так что девочки пробуйте готовьте очень вкусно прям пальчики оближешь всем пока пока надеюсь вы воспользуетесь моим рецептом конечно не моим я уже готовила по наводке всем пока пока буду продолжать кушать времени на и что а